Здорово, вояки! У микрофона Зуберг. Это итоговое видео 2018 года. В нем я хочу подвести некую черту под тем, что произошло в Armored Warfare, что Мэйл сделал за этот год в Armored Warfare, и перечислить вам кратко, хронологически, те события, которые были в проекте. Итак, год начался и заканчивается марафонами. Начался он с марафона на Черного Орла и заканчивается марафоном на Алтая. Оба этих события весьма задротные или, соответственно, донатные, но оба вам дают достаточно занятные премы. В особенности, конечно, Алтай, потому что машины, которые в алтайском марафоне, они куда более оригинальные и, наверное, все-таки нагибучи, чем в чего. В начале января мы с вами тестировали самоходные минометы на ПТС. Механика их выглядела довольно забавно и нестандартно. Они шустрые, как ББМки, незаметные, но не могут стрелять прямой наводкой, только навесом. Причем, траектория навеса у них бешеная, закидывают за любое здание. Но при том, что снаряд летит очень и очень долго. Пока дальше ПТСа и этого тестирования минометы не ушли. А жаль. Мне бы было интересно посмотреть, как они будут играться. 18 января в игру ввели ОБТ Викерс. В целом, неплохой ОБТ с двумя проблемами. Первое. Ему бы не мешало бы чуть-чуть подтянуть скорострельность, на что Мэйл успешно положил пищу, хотя я просил не раз. И второе. Неплохо бы ему все-таки подшить щечки против термобаров. Сейчас стоять против БМПТ на термобарах невозможно. Вас пробьют просто в гигантские зеленые щеки термобарическим выстрелом, и с двух ПТРО вы отправитесь нафиг. Ну, а ваша попа отправится на Сатурн. 22 января стартовал сервис Лудога, небезызвестного, который превратился в весьма удобную торговую площадку. Лично я им пользуюсь достаточно часто. Что-то продаю, что-то покупаю. Единственное, что подбешивает, огромная конская комиссия. 15% на каждую сделку и 10% на вывод. Но, тем не менее, альтернативы нету, и если есть возможность воспользоваться и что-то купить или продать, ну, почему бы нет? Это довольно удобно. 29 января состоялось дополнение к версии 0.23. Главное изменение это то, что ВБР был помыт и покрашен. Это была цитата. Ну, еще до кучи добавили ботов на первые уровни и новую ИТ-шку 8-го левела СТ-1 в ветку китайцев. 31 января в игру ввели ранговые бои. Весьма странный режим для странных людей. Там все катались, практически все катались на воблах 7-го уровня, демонстрировали невероятный скилл. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, что можно продемонстрировать в боях там 10 на 10 вобл седьмых. Но, тем не менее, господа пыхтели, господа получили в аренду на месяц армату 152. Я думаю, счастью, их не было предела. Они затащили. Потом режим убрали, ибо он был тестовый. 8-го февраля в игру ввели новое премиум-издание. Вожак! Хотя я бы его назвал псина. В него вошли ИТ-Вилк 105, который сейчас достаточно неплохо играется и довольно редкий, потому что дорогой. Машинка обладает великолепной скорострельностью, толстой жопой, непомерно толстой жопой, нормальной незаметностью и хорошим УВНом. Поэтому играется неплохо. Вторая тачка это Т-72... Ах, простите, простите. Это говно Т-72 М2 Вилк. Это слабая копия, по-моему, поляков, что ли, да? Короче, поляцкая копия экспортной Т-72А с их там ДЗшкой. Похоже на Т-72Б, только чуть-чуть хуже. Мне не очень нравится. Хотя, говорят, стата у неё неплохая. 20-го февраля. Игра релизнулась на PS4. Честно говоря, не знаю, как там игра поживает. Если кто-то в курсе, проясните. 22-го числа на мобилках стартовал младший брат Арамитки. Armored Warfare Assault. Он уже на старте умудрился ядерно обосраться, потому что не работал на половине мобилок. Вообще, на половине мобилок тупо не запускался. До сих пор в игре нет адекватной оптимизации под мощнейшее железо, которое у меня стоит в планшете. В игре ядерный блядский донат, в который она в конечном счете скатилась, потому что не смогла заинтересовать игрока. Ну и до кучи, что интересно, там тоже был свой баланс 2.0. Мне кажется, у всего, на чём написано Armored и Warfare, должен быть баланс 2.0. 15-го марта установлено знаковое обновление 0.24 Карибский кризис-финал. Мы получили новую карту для столкача, Гриндельвальд, две новые миссии спецоперации, нового поставщика и семь машин. Руйкет, который нынче очень неплох за счёт обзора броняне и скорострельности. Сукури, который является младшим братом ЛАВ-600, менее скорострельным, но более таким преемистым и быстрым. Эдем 142, ну это вообще известная крыша-мразь, которая является ОБТшником во снах. Спрут СД, эдакий ЛТ, упакованный в шкурку истребителя танков. Премиумный АСКОД ЛТ, великолепный истребитель танков, простите, ЛТ-истребитель танков. Классная машина, сейчас очень актуальная. К-21, весьма странный гибрид южнокорейского шасси и башни от польского, короче, от XC-8 башни. Что-то типа вилки, только на базе южнокорейской БМПшки. Играется странно, ни одного человека не видел, чтобы хотя бы 5-800-6 косарей на нём держал. Икорнет ЭМ, сами знаете, что это такое, ракетная батарея на колёсиках. Кстати, добавили ещё и ОБТ ветку Чани Фэня, ВТ-4. Странная, ведь же машина, чем-то похожа на ЛТ, но благодаря абсолютно конченому пробитию в 650 мм, любима далеко не всеми. Добавили нового командира Андрюху Зайцева. Андреич интересен огромным уроном по экипажу противника. С ним на термобарах я делал не раз ваншоты. 29 марта стартовал марафон разведка боем, в ходе которого вы могли получить кучу ништячков и прем ИТ 6 левела Мавак Тайфун 2. Хорошая активность, не очень сложная и неплохой приз. Тайфун в принципе и по сей день вполне играбельный ИТ-шка, хоть он и медленноват. 5 апреля Мэйл декларировал новый принцип обновления Armored Warfare – сезонность. Каждый сезон имеет тематического поставщика, спецуху, кастомизацию и прочие прибамбасы. В каждом сезоне по два мажорных и два минорных обновления. Длительность сезона порядка 2-3 месяцев с копейкой. 11 апреля в игре появился первый контейнер. Контейнер Карибский. Из него падали викерсы, сейбры и арендные арматки 152. Ну плюс всякое барахло. Все это с успехом запуливалось на лутдок и появились первые мамкины трейдеры. 18 апреля произошел знаменитейший стрим с Quality Assurance Настей Тихомировой и Дмитрием Табаковым. В рамках стрима выяснилось, что под какой-то из карт была прикопана огромная пещера с самолетом. Поэтому я периодически напоминаю Насте, что она практически как Али Баба, имеет собственную пещеру с самолетом. Гусары, сука, молчать. 1 мая в праздник весны и труда Мэйл начал продавать яростную РСЗОшку ЛГБТ-С8. Ох, какую вакханалию мы на ней творили, играя взводом. Ядерная машина. Если кто-то не понял, я говорю про МТЛБ. 9 мая. Славный день победы. Мы познали горечь поражения. В проект пришла редкостная скотина и источник бесконечного фугасного угнетения. Объект 279. Эту тачку Мэйл настолько вылюбил и приукрасил, что даже после двух нерфов машина и по сей день является грозным противником и фугасной помойкой. С 14 по 24 мая прошел международный турнир АВЛ Интернешнл. Четыре лучших европейских и четыре лучших рушных СНГшных коллектива сошлись в Махаче. Естественно, победил РУ-кластер, так как европейцам тупо негде тренировать ПВП. 31 мая на боевые сервера выкатили обнову новой формации, патч 0.25 Кавказский конфликт. Обнова принесла новую спецуху, бесполезный экран штаба, систему контрактов и новый контейнер Кавказский с богоподобным Тайпом 906Б внутри. В этой же обнове Мэйл ввел свой аналог правила трех калибров и кучищу управок техники. Также поменяли систему незаметности. 1 июня впервые для Арматки в игровом магазине за золото стал продаваться ПМ-9 левела. Вау! Ну правда это был Викик 5. Странный ЛТ с весьма специфичными возможностями. В моем понимании он до сих пор не шибко любим аудиторией и не шибко эффективен. 28 июня стартовал довольно задротский футбольный марафон. Наградами там были очень неплохой командир Джошуа Сигруф и некогда ядернейший эксклюзив, самый редкий танк в игре, Чифтейн МК-6. В моем понимании это лютое позорище. Вот нахрена было самую эксклюзивную, лоу-левельную, никчемную по фарму и нагибу тачку взять и раздать, сука, всем. Вот зачем? Так было приятно осознавать, что у тебя есть самый редкий танк в игре, просто не пересказать. А сейчас это просто ширпотреб. 29 июня состоялось одно из главных событий в жизни Армор Дворфе. Мы могли войти в игру и получить, внимание, хинкали в подарок. Те, кто не успел, горько пожалели, все-таки это хинкали. 6 июля. Опять хинкали, опять халява. 12 июля. А, опять эти пельмени. Да ну и в жопу эти пельмени. 27 июля. В игру попадает кейс с М1 АГДС. Внебрачным сыном Шилки, Абрамса и вообще хрен пойми чего. Эту помесь бульдога с пылесосом до сих пор не могут нормально довести до ума. Очень странный пепелац, вызывающий зачастую подгорание. Хотя у него птуры по 1300 впуливают, иногда бывает смешно. 18 августа, друзья мои, стартовал летний концлагерь полковника Воропаева. Тот самый, где вы искали труселя. Шутеечки у этих военных просто мое почтение. Великолепные шутеечки, да. Главным призом выступал Т-72М2 Вилкс. Польский не до Т-72Б. Но все-таки халява, поэтому приятно. 6 сентября на сервера торжественно вкатили Каукасский конфликт-финал патч номер 26. Обнову привнесла долгожданный, долгожданный инспектор брони. Новую ПВП-карту Зальцбург, новые главы Спецухи, нового поставщика и 13 машин. Супершерманов, Шоткаля, Тирана-6, Магахов и Меркавок. Ветка вышла самообытной и в моем понимании нагибучей. Что Магахи, что Меркавки, очень вкусно играть. К тому же завезли два према. М51 Шермака, Грозу Песка и Магах-7А. Добротнейшие према БТ-6. Вели двух новых командиров. Крамер и Циклаури. Оба по-своему хороши и удобны. Также вели двух командиров за голду. Они дают повышенный фарм. Поменяли КАЗы и КАЭП. Дымы стали сбивать управление ПТУРАМИ. Для ракетчиков настали темные времена. Улучшили перки для экипажа. Стало больше вариативности, а старые перки стали интереснее. Сделали красивый послебоевой переход на экран послебоевой статистики. Чуточку подтянули оптимизор. С 7 по 14 сентября мы отпраздновали трехлетие проекта. Подарочек Мэйл выдал нам потрясающую ракетную ИТ-шку ИТ-1. Конский Альфа-страйк, хорошая скорость ПТУРА, крепкая башка и бешеная управляемость для ракет. Вот плюсы этой палки-нагибалки. 26 сентября накатили патчик к 26-й ветке. В нем появился новый нагибущий према БТ Лео-2А4 Революшн. 19 октября произошло самое крупное изменение в Armored Warfare со времен баланса 2.0. Серваки игры были слиты в единый глобальный сервер. Это породило настоящую бурю говноцунами, потому что многие игроки получили вместо пинга тыкву. С другой стороны, те, у кого пинг не стал критическим, получили нормальный онлайн в рамках Armored Warfare. 24 октября Мэйл выкатил новый тип кейсов. В них вы собирали не просто танки, а детали машин. Получив 100 деталей, можно было бы получить полностью машину. В частности, это был кейс с тайпом 99А2-140. Он был первым пробным шаром. 8 ноября выкатили в продажу Чифтейн МК-11, према БТ 5-го левела. Кому он нахрен нужен, огромная загадка. Но, тем не менее, его продавали. По ТТХ он такой же, как Чифтейн МК-10 или Чифтейн МК-6. 15 ноября Мэйл выкатил в продажу кейсы с объектом 640. ЛЮТЕЙШЕ! Апнув ему бронезащиту. Целый месяц Родина обогревалась теплом, генерируемым жопной тягой танкистов. Ибо последний эксклюзив пал. 21 ноября Мэйл выкатил альянсовые контракты и героическую сложность ПВЕ. Статюги впервые за всё время хоть чуть-чуть слегонца вспотели, первый раз проходя героик. Это было довольно интересно. Жду с нетерпением новую героическую спецоперацию. 22 ноября Мэйл выкатил кейсы с эксклюзивом. Тайпом 90. Первые в игре машины с адаптивной гидропневматической подвеской. Благодаря этой фиче Тайпец выдает минус 16 градусов УВНа на лоб. Отличный пепелац и лёгкий пейтувин. 30 ноября стартовал месячник ништяков Декабрьское безумие. В этом месяце Мэйл реально очень много ништяков раздал, включая Объект 430 Айс и Офс 40 Айс. В целом реально много плюшек было выдано на руки, включая дни према, бустеры, всякие расходники и прочие прибамбасы. Приятно. 3 декабря на серваки впихнули патч 0.27 Арабская ночь. Мы получили новую спецуху, новый ангар, новые контракты, систему кастомизации, новые активные способности для техники, улучшенные автопушки, переработку лоу-левел, охренеть какую критуемость внутренних модулей экипажа и ещё много всяких интересных вещей. В этой же обнове и контейнер тоже поменялся. Он стал сирийским ящиком, из него достаются детали К1А1. Чтобы получить К1А1, вам нужно порядка 600 ящиков. Ну или если брать по 2 ящика в день, то примерно 300 дней. Поздравляю вас, друзья мои. 13 декабря Зуберг завершил и полностью прошёл марафон Владыки Пустоши. Было сложно, я зачхался, замумукался кликать мышкой. 14 декабря наконец-таки стартовал марафон Владыки Пустоши. Народ принялся яростно задрачивать рандом. Ну а Зуберг посмеивался и покручивал жиденький ус. 20 декабря в игромаркет вкинули контейнеры с арматой 152. Их опять доработали, и количество говна, выпадающего из ящика, несколько увеличилось по сравнению с Тайпом 90. 22 декабря Мэйл заморозил партнёрскую программу. А меня натурально заканифолили спрашивать, а чё теперь будет? Да хрен его знает, чё будет. Закроет нас всех и опечатывает в теплушке. И укатит куда-нибудь в Сибирь. Валить ёлки на карте Надым. Хотя, если честно, Надым гораздо севернее, чем Сибирь. 27 декабря Мэйл выложил в продажу кейс владыкой танкового мира оплотом. Тачка хороша. Кейс говно. Ибо без декалек, без деталек и возможности продажи лута на лутдоге. Вот, в принципе, и вся хронология того, что произошло у нас в проекте за этот год. Были и хорошие вещи, были и странные решения, которые понравились далеко не всем. Но, тем не менее, игрушка потихоньку движется вперёд, потихоньку набирает свой онлайн. И стоит отметить, что появляются новые механики и новые всякие интересные прибамбасики. Очень понравился лично мне, скажем так, рост, эволюция режима спецоперации. Очень понравилась героическая спецоперация. Действительно, кое-где это было напряжено. По крайней мере, поначалу. Всего за 2018 год Мэйл выкатил 4 мажорных патча 24, 25, 26 и 27. И кучу маленьких дополняшечек. Они поправили одну из старейших проблем игры, которая тянулась ещё своими ногами из-за обсидиана. Дикий рассинхрон место попадания на серваке и место отрисовки на клиенте. На данный момент бывает иногда пролаги и снаряд попадает кривовато. Но, тем не менее, того, что творилось раньше, уже нету. За что мылу большое спасибо. Они долго пыхтели над этим и всё-таки побороли это багло. Они свели все сервы в один глобальный сервак с приличным онлайном. Сейчас можно играть часов, наверное, с 10 и с 11, где-то до 2 ночи. Это приятно, хотя и у многих людей пинг существенно ухудшился. Ввели потрясающий баланс плюс-минус 2. Народ с теплотой принял это решение. Люди вышли на улицу с лозунгами «Валера, жжёшь!» «Валера, давай баланс плюс-минус 3!» Откроем на районе новый гей-клуб «Восьмёрки с десятками». Ну, в общем, вы поняли. Все ликовали. Когда праздновали, порвали 4 баяна. Ну, имеется в виду, кормошку пормали, а не чуваков из одноимённого клана. Были кардинально переработаны Казы и КАЭПы в сторону усиления. Теперь дымы не дают наводиться Птурам. АВ-шка наконец-таки сбросила с себя оковы Птурамразей и устремилась в светлое АБТ-шное будущее. Посмотрим, куда эти бронированные жопы нас заведут. Переработали автопушки, сделали их поадекватнее, добавили интересные обилки и неплохо улучшили подвижность ЛТ и ББМ. Оба этих класса стали несколько веселее играться. Ввели потрясающую гидропневматическую подвеску. Это реально крутая вещь, которая позволяет склоняться на лоб, жопу или борта, увеличивая ваш УВМ. В нижней фазе такая подвеска увеличивает незаметность и улучшает сведение. В верхней фазе улучшает подвижность. За год Мэйл провёл 4 марафона. Разведка боя, стальной кубок, труселя Воропаева и владыки геморроя. За год нам подарили Объект 430 Айс, Оф-40 Айс, Т-72М2 Вилк, Мавак Тайфун-2, Объект 279 и Истребитель Танков ИТ-1. Также в марафоне можно назадротить ещё 5 премов. Алтай, БМПТ-2017, Кастета, Абрашу Шторм и Т-55 Энигму. Я бы сказал, что всё достаточно жирненько, хотя в прошлом году нам давали Меркаву НК-2Д. Было поприятнее. Ну и текущие премы не самые задроченные в игре, в особенности ИТ-1 и 279. Уж может быть Тайфун и Вилк не всем нравятся, но вот 279 и ИТ-шка действительно потрясающие машины. Ну и само собой Алтай, БМПТ-2017 и Кастет. Эти три тачки просто маст хэээв. Также Мэйл за год ввёл 20 новых прокачиваемых танков, 9 новых премов и 7 акционных машин, которые нам были или подарены, вроде 279 и ИТ-1, или же нам предложили за них бороться. Ну как имеется ввиду Алтай и компания. К прокачке относятся машины поставщиков Фарадея и Шрайбера, плюс ИТ-1, ВТ-4 и Спрут СД. К новым премам относятся Супер Шерман, Чифтейн МК-11, Магах-7А, Тайп-96Б, К-1А1, Тайп-90, Рева, Аскот-ЛТ и Аплот. В ящиках же продавали всего лишь 8 танков. Тайп-96Б, К-1А1, Тайп-90, Аплот, АГДС, Армата-152, 640 и Тайп-99А2-140. Таким образом, получается, что на 20 новых танчиков приходится примерно 50% премов. 9 штук. Еще 2 машины нам подарили на халяву и за 5 предложили побороться. В целом, достаточно неплохое соотношение по контенту для фри-то-плей проекта. Скажем, в том же самом Варфейсе за последние, по-моему, лет 7, ну сколько ввели просто прокачиваемых пушин? 3, 5, 4, 2. А сколько ввели в коробках? Наверное, ответ очевиден. Очень надеюсь, что Мэйл все-таки не скатится полностью в донат через коробки. Не хотелось бы все танки получать вот исключительно играя в сраную угадайку. И уж, конечно, я крайне был недоволен тем фактом, что Аплот попал в коробку без запчастей. В моем понимании есть два типа кейсов. Те, в которых вы получаете запчасти, более-менее адекватны. Потому что вы можете спросить у друзей, когда они получили эту машину. Вы можете посмотреть какой-нибудь там обзор от меня, если у меня получается это сделать. И прикинуть примерное количество кейсов, которые вам нужно купить, и из которых вы 100% получите машину. Например, Тайпа 90-го можно было получить из, скажем, 55 или 60 кейсов. Того же самого 140-го я заработал из 57 кейсов примерно. Так что я четко знал, на что я иду и сколько я трачу. В то время как, если мы говорим про кейсы без запчастей, вроде, скажем, Аплота, то это чисто в ады сраная угадайка, и это проблема в моем понимании. От таких кейсов нужно отказываться мейлрушникам, отказываться в сторону или прямой продажи, простой продажи, или в сторону кейсов конкретно с детальками. Я бы охарактеризовал этот год как более-менее неплохой, хотя вот меня лично смутил и две вещи. Баланс плюс-минус два, хоть я и понимаю, зачем это сделано, и, соответственно, переход на глобальный сервак, потому что у меня пинга ухудшилась на 40 миллисекунд. Раньше было 3 миллисекунды, теперь 43-45. Но я эти вещи, естественно, переживу, потому что это не особая проблема для меня. И посмотрим, что мейл сделает в 2019 году. Вроде как у нас на подходе французы, возможно, там еще какие-то прибамбасы будут, может быть, новые типы птуров или снарядов, посмотрим. А пока хочу вас всех поздравить, и разработчиков, и игроков. Поздравить вас с наступающим 2019 годом. Пожелать вам счастья, в первую очередь благополучия, успеха, а не удачи. Потому что удача это для слабаков, а успех это продукт, скажем так, стечения удачного обстоятельств и ваших непосредственно действий. Так вот, благополучия вам, успеха, ну и чтобы ваша корма всегда была сухой и розовой. Чтобы никакой страшный 155-миллилитровый фугас к ней не подкрался. Отдельное спасибо все-таки скажу разработчикам проектной команде Armored Warfare. На самом деле я знаю, что вас довольно мало, чуваки, и вы делаете огромный подчас объем работы. Порой я пристаю к, скажем, КМу с какой-то просьбой, и по человеку видно, что он уже просто охуел от того количества задач, которые на него сыпятся. Честно говоря, я не уверен, что я бы выдержал подобный темп повествования работы я в вашей компании. Мне все-таки нравится больше моя работа, она более размеренная и не такая ядерно, как бы это сказать, бурстовая, как у вас бывает. Так что продолжайте в том же духе, постарайтесь, ну хоть чуть-чуть сохранить лицо в плане контейнеров, чтобы мы совсем не скатились в Warface. И давайте что-нибудь интересненькое французов, опять же, может быть какие-то барабанчики, может быть... Хочу БФС на Виктуре, все, хочу Виктуры на БФС. На этом все, спасибо за внимание, всех еще раз с Новым Годом, и приходите еще. Увидимся в Новом Году. Пока.